А настоящая проблема, она не в детстве Не с мамой, не с папой, не с бабушкой, не с дедушкой Не в прошлой жизни твоя настоящая проблема Твоя настоящая проблема – это твое привычное восприятие И твое вот это многоуважаемое «я» По сути говоря, психологические методики предлагают покопаться в мусоре Ну, я это так описываю «Как имя твое?» А он говорит «Я тут не один, нас тут много, и имя нам легион» И проблема в том, что применение любых психологических инструментов Приведет вас просто к бесконечной проработке Но гораздо полезнее, важнее заниматься фундаментальной сменой твоего восприятия Для того, чтобы подобные проблемы, во-первых, все разом пошли лесом Мастерство мое заключается в том, что мой тона перш так всегда полон Я никогда его не проливаю Я, говорит, никогда во всем этом себя не теряю Нет ничего важнее практики для меня И я говорю не о выполнении упражнений По сути я говорю о состоянии О первичности состояния Состояние первично В отношении чего? В отношении всего Это самое фундаментальное, что есть Самое фундаментальное Ничего важнее этого нет А до этого мы с вами говорили нечто похожее про слово «принятие» Про состояние принятия Так вот я о том же самом говорю Состояние первично Принятие первично Оно не вторично Оно не иногда должно происходить Оно не в конце, когда ты все перепробовал и потом только сдался Оно должно быть в начале Любого процесса Понимаете? Это очень важно осознать Потому что та самая психология, про которую говорит Света Это такая интересная история То есть я с одной стороны С большим уважением отношусь к разным психологическим штукам Потому что психология это крутая вещь на самом деле Но с другой стороны для меня психология вторична Как инструмент Вот меня спрашивают, какие книжки по психологии читаю Никакие не читаю А что я делаю? Я практикую цигун и медитацию Разбираюсь в том, как это работает На личном опыте И применяю это в жизни И делаю это постоянно И обучаю этому других людей Но так уж получается, что во многом это пересекается С современной психологией Но это не потому, что я обчитался Психологической литературы Или обходился к психологам Это потому, что это личный опыт И при этом я говорю, что психология сама по себе Для меня, как для человека, как для практикующего Это вторичный инструмент Он никогда не даст тех результатов, которые дает практика медитации Никогда такого не будет Ни одна психологическая методика Не приводит к фундаментальной смене восприятия Потому что психологические методики Они вообще про другое С одной стороны, они про психику Про то же самое, как бы Про психику Но психологические методики Они скорее учат Как точечно решать какие-то проблемы Понимать, почему они возникают Эти проблемы Ну и, в общем-то, решать их Как самостоятельно Так и обращаясь за помощью к специалистам Но фундаментальной смены восприятия Вот того самого медитативного состояния Вот того самого освобождения Эти методики не дают То есть, по сути говоря Психологические методики Предлагают покопаться в мусоре Ну, я это так описываю В каком смысле, да? Полезно это уметь Как и здесь, я тоже говорю Полезно помедитировать на этот раздражитель На этот раздражитель Повзаимодействовать с таким человеком С сяким человеком Ну и так далее Как точечные какие-то моменты Это полезно Но гораздо полезнее, важнее Заниматься фундаментальной сменой Твоего восприятия Для того, чтобы подобные проблемы Во-первых, все разом пошли лесом Не по одной Потому что их там легион Это бесконечный процесс будет Ты весь состоишь из напряжения А то, что сейчас не является твоим напряжением Завтра будет Если ты обнаружил свое ограничивающее убеждение Сходив к психологу То знай То убеждение, которое ты создал взамен этого Тоже через неделю будет ограничивающим Когда ты столкнешься с какой-то другой ситуацией А когда ты на фундаментальном уровне Осознаешь незначительность любых убеждений То у тебя, в принципе, меняется кардинальное восприятие Тебе не надо искать эти убеждения какие-то Ты просто находишься в таком состоянии В котором ты легко перестраиваешься под ситуацию Не заморачиваясь вообще о каких-то там убеждениях Даже не разбираясь в том, почему ты испытал дискомфорт Ты просто заметил Оп, а, я вот в этом состоянии Чик, поменял И все Для тебя снова здесь все легко И неважно, откуда это убеждение пришло Из детства Из, блин, школы там Или из прошлой жизни Или, может, это твоя карма какая-то Давайте сходим к регрессологу Он нам расскажет Вы это будете делать Или давайте на расстановке сходим Вы это будете делать до бесконечности В том и проблема подобных методик Что они предлагают копаться в мусоре Но эта куча мусора, она бесконечная И в какой-то момент люди, которые с этим сталкиваются Через какое-то время Они потом ко мне приходят и говорят примерно следующее Как Лена в свое время пришла Как там кто-то еще Ну, есть такие люди Даже психологи сами ко мне приходят И говорят Паш, я в какой-то момент Заебалась проработками заниматься Я понимаю, что у меня только одна проработка закончилась Следующая началась Потом еще Я думаю, ни конца, ни края этому нет Я, говорит, уже пять лет в этих проработках живу Я, говорит, настолько заколебалась Что я поняла, что я хочу по-другому И я научил, как по-другому Когда можно не копаться в этой куче мусора А просто перевернуть Фундаментально изменить восприятие И эта куча мусора исчезает сама по себе Потому что она была всего лишь галлюцинацией На самом деле Все это время Но человек этого не осознавал И, безусловно, очень полезно владеть подобными методиками На определенных этапах развития Пока ты еще не научился вот так быстро, качественно менять свое состояние Очень полезно на промежуточных этапах уметь точечно работать Для того, чтобы помогать себе выбираться из каких-то кризисов, в которые ты попадаешь Это очень крутой навык И я про это тоже говорил То есть что делает вообще медитативное состояние То есть оно помогает фундаментально изменить восприятие Чтобы вот эти все многочисленные твои проблемы Ты мог решать не вот так вот только точечно Потому что ты заколебешься Как в христианской традиции Мне очень нравится этот пример Если вы читали Евангелие Там был эпизод, когда Христос изгонял демона Или злого духа из человека И он его спросил Да, я там точно дословно не помню, как это все происходило Но примерно это было так И он спросил Как имя твое? А он говорит Я тут не один Нас тут много И имя нам легион Понимаете? Бесконечное количество И проблема в том, что применение любых психологических инструментов Приведет вас просто к бесконечной проработке Бесконечно Это будет работать Но это вот Здесь чуть-чуть подтесали Тут чуть-чуть подтесали Здесь чуть-чуть там Здесь чуть-чуть Здесь чуть-чуть Здесь чуть-чуть И так до бесконечности Практика медитации говорит Давай не будем тратить время на эту чушь Давай с другой вообще стороны к этому вопросу зайдем Давай посмотрим на то, что является главной проблемой причины всех остальных проблем корнем всех корней вот на это давай посмотрим на то на что ты никогда не смотрел на то свое я которое тебя и перевело к этим всем историям на тут твою многогранную личность на то твое многоуважаемое сознание которое тебе всю эту историю и создало за всю твою жизнь в этой истории не были виноваты не твои родители не дедушки с бабушками ничего никогда не было в этом на только ты это ты сам в себе сознательно или бессознательно создавал накапливал и так далее конечно ты был в этом не виноват если ты знал что можно по-другому по-другому и умел как бы ситуация была бы другой но было как было и теперь можно по-другому вот можно вообще с другой стороны до видеть где настоящая проблема а настоящая проблема она не в детстве не с мамой не с папой не с бабушкой не с дедушкой не спуне в прошлой жизни твоя настоящая проблема твоя настоящая проблема твое привычное восприятие и твои вот это многоуважаемое я всесильная все умеющие все знающие во всем разбирающиеся везде вставляющие свои свои пять копеек все украшающие все улучшающие понимаете вот в этом настоящая проблема и вот с ней надо разобраться я думаю что мы сегодня посмотрим фильм классный револьвер вот он про это он про это том числе вот и это я про что да вот состояние это самое главное это то что вам нужно вдолбить себе в голову внешний кризис никогда не ходит один он всегда ходит бок о бок с твоим внутренним кризисом а твой внутренний кризис это то состояние в котором ты создал этот внешний кризис или в котором ты воспринимаешь происходящее как нечто кризисное первично твое состояние поэтому ты сначала в себя приди проснись сначала а потом снова посмотри на то что воспринимал с тобой как кризис и ты увидишь что там все просто легко очевидно понятно а раньше было сложно тяжело непонятно и так далее понимаете но сама по себе она никогда не было таким само по себе все просто снег белый трава зеленая глаза по горизонтали нос по вертикали все очевидно очевидно все вот и только твое восприятие мешают тебе это понимать воспринимать так поэтому сначала заметь свою состав приучить себя постоянно замечать свое состояние а постепенно научи себя не терять то есть вот сначала замечать когда ты теряешь но постепенно иди к тому чтобы не терять это никогда не при каких их обстоятельствах и вот если говорить опять же к вопросу о психологии да то там я говорил не учат фундаментальной смене восприятия ну например классический пример это пять шагов к принятию классная схема вы наверняка все знаете ну типа пять стадий принятия знаете да нет не знаете то есть психологии считается что принятие вообще-то очень важно принять очень когда человек в кризисе его надо привести к принятию ну то есть вот хорошие психологи так делают и на пути к принятию есть там по-моему пять стадий 5 ставить первое это отрицание но если я не ошибаюсь даже если я что-то напутаю это неважно я хочу передать суть да потом это гнев агрессия потом это торг торг потом это депрессия и потом это сдача но принятие принятие понимаете принятие на последнем месте в конце списка в конце списка и когда человек сталкиваясь с кризисом он может даже знать что важно принятие но он может незаметно для себя залипнуть на одной из этих стадий и вот задача психолога грамотного быстро провести человека через вот эти стадии чтобы он как можно быстрее добрался до принятия до принятия и а что предлагает медитация вот чтобы вы понимали насколько фундаментально разный подход медитация предлагает перевернуть а давайте начнем с принятие зачем нам это вся возня с отрицанием гневом торгом депрессии зачем давайте научимся сразу вот из этой первой стадии воспринимать происходящее так быстрее так тупо быстрее и то есть ты в любом случае туда придешь но медленнее давай быстрее сделаем оказывается так можно можно познакомить мозг с этим состоянием как минимум сначала себя в него возвращать напоминать себя о нем как ну например медитировать регулярно напоминаю таким образом мозгу об этом состоянии потом повседневности интегрировать медитацию возвращая себя таким образом это состояние а потом научиться и не терять это состояние принципе чтобы она она стала твоим обычным способом восприятия чтобы ты постоянно принимал они только иногда в редких случаях да вот и это вот про знаете про что это про вот есть такая притча история про то как там какой-то искатель истины услышал что где-то там живет какой-то мастер медитации просветленный и он как бы решил его найти типа поучиться у него там пообщаться с ним и вот он долго долго шел там искал там чего-то там много времени и вот он значит в итоге спустя долгое время приезжают какую-то горную деревушку и спрашивает я слышал что здесь у вас живет какой-то вот один вот этот известный мастер медитации там как ты его зовут неважно будет где я могу его найти этого святого отшельника он говорит да без проблем у нас там вот на краю деревни стоит домина такой четырехэтажный такой богатый там свои территории там там увидишь парковка машин куча вертолетная площадка оттуда музыка гремит короче там эти все салюты я не знаю прожектора не пропустим вот он там живет искатель истинный такой типа как не может быть я ищу я ищу святого отшельника мастера медитации наверняка вы ошиблись он где-то должно быть в горах пещере живет а отрекаясь от мирского всего и так далее вот не одни а кто это он иди к нему сходи но этот значит искатель истина такое понятно очередной шарлатан машине ну ладно пойду хоть в рожи ему плюну значит разоблачу его там я не знаю что нибудь еще сделаю и это он значит туда приходит видит все как ему рассказали заходит такой в дом в этот видит там куча людей какие-то дорогой одежде дорогие машины дамина такой не бедные короче говоря так вопросу о бедном восприятии они ищем восприятие и за что он дальше там что-то находит видит что люди то даже какие-то известные это там какой-то актер промелькнул там кто-то еще какие-то девушки красивые входят туда-сюда значит и он во всем этом великолепии находит этого самого мастера который наливает себе очередной бокал мартини тот к нему подходит и говорит уважаемый я я конечно весь запутался я не понимаю вообще что происходит но я очень долго вас искал мне сказали что вы великий мастер медитации что у вас ну как бы можно поучиться говорит слушай круто что ты добрался но у меня сейчас должна еще партия гостей подлететь надо их встретить там у вертолетной площадке ты это покопался у себя в кармане значит достает наперсток наливает из бокала мартини в наперсток мартини с горочкой ему так аккуратненько дает играть возьми его и пройдись по всем этажам моего особняка зайди в каждую комнату но не пролей ни капли и возвращайся найди меня пообщаемся ну и тот такой загорелся такой задание проверка и такой он пошел такой значит смотрит там все чтобы не пролилась аккуратно прошел короче там часа не знаю полтора на это все потратил возвращать и такой мастер я все сделал как вы сказали я не пролил ни капли он говорит ну типа как тебе дом там на втором этаже картинная галерея заходил смотрел там картины то как бы такие редкие на третьем этаже там справа комната с древним оружием антикварным висит на стене там подержал в руках там что-нибудь саблю какую-нибудь а с людьми пообщался здесь у меня вот там пять актеров значит четыре ученых там какие-то фотомодели там кто-то где-то еще ну с людьми-то познакомился он такой нет вы же мне сказали что я не должен не пролить ни капли из этого наперстка я так и сделал я типа на что другой не обращал внимание он говорит суши ну ты блин перси сюда хрен знает сколько времени а тут у меня ну реально как бы уникальная ситуация и это давай хватай на персток и опять короче везде пройдись но уже как бы с толком с чувством пообщайся полюбуйся на этой мебели красивой посиди сабельку в руках подержи и так далее и и потом возвращайся ну там уже два с половиной часа проходит значит он возвращается весь такой раскрасневшийся щеки горят глаза значит сверкают такой весь на ажиотаже говорит блин вот вы мне посоветовали большое спасибо вам я там познакомился со всеми я вообще никогда не видел столько красоты в одном месте просто великолепие у вас тут круто мастер му говорит ну типа на персток тут вы где смотрит а там уже все давно пролилось он его где-то там уже зажал в кулачке и мастер ему говорит вот поэтому меня люди мастером ты называют потому что я вот от всей этой ерунду нет не отказываюсь не убегаю но мастерство мое заключается в том что мой тона персток всегда полон я никогда его не проливаю я горит никогда во всем этом себя не теряю да это к вопросу о том как важно потом впоследствии научиться не терять это состояние не терять быть жить в нем вот это будет уже реализации серьезной реализации если мы говорим о некой мастерстве в медитации да это уже серьезный результат когда для тебя это просто нормальное твое состояние обычка вот и вот что я еще хотел сказать до состояние первично еще раз состояние первично я обычно на ретритах ну вот говоря о себе вы ведь я по сути являюсь этим примером как бы да я же не про кого-то говорю я же про себя говорю и очень часто я говорю ребят все что я вам говорю является моим личным переживанием я не говорю о том что я не переживаю что я не пробовал на себе многократно там если мы говорим о каких-то техниках поэтому я являюсь живым подтверждением того что это все работает тут не в чем сомневаться вот и про первичность состояния я обычно на ретритах говорю для меня нет ничего важнее практики ничего в жизни ничего нет моя семья мне не так важно мои дети к мой ребенок не так важен мои родители заработок денег финансовые вопросы там что-то еще нет ничего важнее практики для меня я говорю не о выполнении упражнений да по сути я говорю о состоянии о первичности состояния а сама по себе практика является средством реализации этого состояния и в этом контексте я говорю так вы знаете почему у меня так такие хорошие результаты в практике да почему я мастер грубо говоря потому что я фанатик вот в том что я делаю я фанатик я это постоянно применяю я так живу они только на ретрите я так себя веду так чувствую так действую переживаю это состояние но фанатик в хорошем смысле слова то есть я не говорю о себе как о человеке который находится в каком-то безумстве да то есть есть условно говоря разные виды фанатизма ну как минимум два я могу выделить есть в плохом смысле фанатизм это когда человек находясь в своем обалбешенном состоянии безумном состоянии в плохом смысле слова да какой-то каком-то аффекте состояние аффекта до ошарашенности вот он что-то делает и при нем можно сказать он фанатик и этот фанатик вполне может достигать каких-то высот в бизнесе но чего это ему стоит это другой вопрос чего это ему стоит потому что это вот его состояние с ним это сделала да там он что-то там добился здесь добился тут добился но спросите этого человека а ты счастлив ну например такой простой тест и а я знаю о чем говорю я знаю очень много успешных людей да потому что ко мне разные люди приезжают я общаюсь с разными людьми так вот я регулярно общаюсь с очень успешными людьми которые зарабатывают очень хорошие деньги и вот среди них ну тех которые действительно такие уравновешенные спокойные адекватные и которые про себя могут сказать что да я чувствую себя счастливым я полностью удовлетворен вот таких людей но если говорить о том что я знаю сотни таких людей ну там или сотню как минимум то вот среди них единицы могут сказать что они чувствуют себя в удовлетворенности а знаете почему в том числе потому что например богдан тот же самый да казалось бы успешный бизнесмен внешняя реализация нормально семья дом там то сё пятое десятое не прикопаешься но он то ко мне пришел не от счастливой жизни понимаете он понял то что вот эти все истории так как бы ему не не сильно помогли чувствовать себя счастливым да это привело его к физическим заболеваниям психологическим разным отклонениям и вот то в каком состоянии он жил вот в каком состоянии очень часто живут вот эти оголтелые успешные бизнесмены сторонники успешного успеха в каком состоянии жил но это называется обычно достигаторством слышали такое понятие достигаторство ну типа важно достигнуть фильм мирный войн помните вот он был достигатором и вполне успешный да он там что-то медальки какие-то зарабатывал да был он счастлив не а не был а этот чувак ему перевернул восприятие он говорит не цель путь процесс он важен а цель так бонус подарок камень помните камень камень всю дорогу пока мы шли сюда ты был счастлив ты говорил что это самый лучший день твоей жизни вот когда ты увидел этот камень ты вдруг обесценил все то что с тобой происходило и сказал что это все ерунда полная и вот каждый человек который живет так думая о конечной точке и о важности того что будет потом он будет несчастлив в том что есть сейчас в этом и разница поэтому да могут быть внешние реализации всякие разные интересные говорит ли это о том что человек находится в правильном состоянии нет не говорит не говорит и а когда богдан переобулся в этом плане когда он научился по другому воспринимать из другого состояния он получил возможность делать все то же самое но с гораздо меньшими усилиями энергозатратами он стал кайфовать от процесса он говорит мне нравится работать вообще не напрягаясь а раньше у него было вот это понимаете тут какой бы ты не был крепкий ты истощишь себя по-любому что там следующая цель следующая цель квартира машина а что дальше а что дальше а что еще 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 недостаточно не хватает как-то старуха который тоже она думала что у него проблем это в корыте а потом поняла что проблема в доме покосившимся потом поняла что проблема в статусе а потом еще что-то поняла да они удовольствие голод жажда так и не утолялась потому что состояние у нее не менялось никак вообще поэтому говорят не в деньгах счастье а в чем она состоянии части состояний и вот в этом контексте да если посмотреть на вот эти слова состоянии это самое важное почему я привел свой пример да вот этого своего фанатизма да кстати что значит правильный фанатизм это правильно расставленные приоритет и вот я привел пример неправильного фанатизма до Вот этого достигаторства, обалбешенности. Я не такой фанатик. Я такой спокойный, расслабленный, но фанатик. Я очень серьезно отношусь к тому, что говорю и применяю это. Где бы то ни было, что бы то ни было. Мой наперсток всегда при мне. Вот этот фанатизм я имею в виду. И практика для меня во что бы то ни стало происходит. И состояние первичное для меня. Можно в таком же контексте сказать, например, многие люди жалуются. Павел, а вот как мне научиться регулярно заниматься? Вот я столкнулся с проблемой, что я не могу регулярно заниматься. То это отвлечет меня, то тут какие-то дела навалятся. То работа, то забота, то семья, то бла-бла-бла и так далее. И вот я уже две недели не занимаюсь или три месяца уже не занимаюсь. Понимаете? И когда люди мне так говорят, да, и спрашивают типа, Павел, ну как, лайфхаки нам дайте какие-нибудь? Куда нам походить можно? А я говорю, ребят, единственная причина, почему у вас эта проблема присутствует, это отсутствие правильного приоритета. То есть вот этот результат, к которому вы приходите в виде отсутствия регулярной практики, лишь показывает вам, насколько вы осознаете ценность состояния, фундаментальную ценность, превыше всех. Насколько вы у себя в голове понимаете, что ничего выше состояния нет. А значит, если я действительно отношусь к этому состоянию, как к невероятной ценности, да ведь вы же уже в той или иной степени его чувствовали, да? Как можно не осознавать великую ценность этого состояния? Представляете, вот этот покой без причин. Благость, вот это счастье без условий каких-то. Не потому, что у тебя машина, квартира или что-то. Просто внутри тебя, у тебя есть доступ в это царствие Божие, которое внутри вас есть. В этот рай, который не там, и не тут, и не здесь, а внутри вас есть. И вот ты туда попал, да? Как можно не понимать фундаментальную ценность этого? Этого освобождения. Ведь в этом состоянии, да, ты вот понаблюдай, а что ты чувствуешь? Ну, например, вот если вы понаблюдаете, да, то есть, а что я ощущаю в этом состоянии? Я и вас иногда об этом спрашиваю. Например, ощущается не только покой, но и чувство гигантской свободы. Отсутствие границ. Раньше ты ходил, думал, блядь, деньги меня ограничивают, квартира меня ограничивает, люди меня ограничивают, все меня ограничивает. Дело было никогда не в людях, в твоем восприятии. Так вот, тебе доступно другое восприятие, в котором тебя ничего не ограничивает. Неважно, какие люди, сколько у тебя денег и так далее, ты просто можешь в этой свободе находиться. Как можно не ценить это? Но, тем не менее, у людей вот эти пазлы не складываются, да, вот эти приоритеты не расставляются. Это, конечно, Павел, все хорошо, но ведь надо и деньги заработать, и с семьей, и то, да, сё, и... Я говорю, да, понятно все, рассказывайте эти истории кому-нибудь другому. Я являюсь живым доказательством. Я не ухожу в леса, не живу в монастырях. Я занимаюсь много чем, да. Не то, чтобы я такой великий аскет, но у меня другой приоритет. И поэтому все, чем я занимаюсь, мне дается совершенно иначе. Понимаете? Совершенно иначе. Совершенно с другими энергозатратами, с другой совершенно степенью эффективности. В моей жизни все происходит само по себе. Если ты полезен для системы, система о тебе заботится. Вот так это работает. И это невероятно круто, когда это происходит само по себе. Вот. И еще раз, да, я сказал про приоритетность состояния для того, чтобы вы у себя в голове соединили как бы одно с другим. А как это состояние, да, реализовать? А посредством практики они реализуются. И вот если вы вдолбите себе в голову это, тогда проблемы с регулярной практикой у вас не будет. Понимаете? Не будет ее. И как только вы заметите, что эта проблема проявилась, вы просто поймите, да вы просто как бы, у вас, вы опять поломали приоритеты себе. Вы опять неважное сделали важным, а важное сделали неважным. А что важное? А состояние важное ваше. А потом уже все остальное. А что еще можно сказать, да, про это? Получается, вот недавно одна девушка со мной связалась, тоже одна ученица, она периодически посещает ретриты, и вот на Сахалине у нее сейчас был, это, кстати, супруга Богдана, супруга Богдана, она очень талантливая, талантливый практик, прямо вообще, у нее очень хорошо получается, она тоже в мою сторону очень сильно открыта. Причем в этом плане она забивает на Богдана, в плане того, что, типа, ну я же тоже мужчина, как бы, да, и тут Богдан рядом, и там что-то он там где-то ревнует. И Ульяна такая, иди нахер. Я здесь на ретрите, она там постоянно на первых рядах, короче, там так, Паша, надо пообщаться, Паша, надо пообщаться, Паша, надо пообщаться. Она прям правильно относится. Понимаете? Вот эти все социальные истории, она вот так делает. А почему? А потому что она знает, что это повлияет дальше на качество всего в ее жизни, включая качество ее взаимоотношений с Богданом. Поэтому и важно сделать главное главным. Так вот, она мне написала недавно и сказала, Паша, ты знаешь, у меня, говорит, какая-то такая странная мысль в голове роится последнее время. Я, говорит, после ретрита вот приехала, я, говорит, как будто бы вот думаю, что ретриты – это самое важное. Понимаете? И она так, и она, ну, как бы, она со мной поделилась, да, и я, говорит, ну, у меня, типа, ну, противоречие. Я думаю, блин, откуда у меня такая мысль? Типа, ну, почему я так думаю? Неплохо ли это так думать? Как бы, может, я что-то это загоняюсь как-то, да? Что-то, может, это нездоровое? Ну, то есть, она делится своими переживаниями какими-то. Я говорю, слушай, да ты молодец, я тебе скажу, ты прям в правильном русле двигаешься. Почему я так говорю? Да, не потому что я хочу бабла срубить с человека, да? Я еще раз говорил, что обычно я с людьми на ретритах взаимодействую так, как будто бы я его в последний раз в жизни вижу. Я не буду с ним нежничать, я ему прям буду в лоб говорить то, что его исцелит, то, от чего он бежит. Даже если он развернется и послезавтра уедет на чемоданах, или никогда больше не приедет ко мне на ретрит. Зато я все сделал для него. Как он этим воспользовался или нет, это его уже вопрос. Почему я так ей сказал? Говорю, что ты большая молодец. Потому что, по сути, она у себя обнаружила вот это естественное изменение приоритетов. Понимаете? То есть, ну вот, когда ты проходишь такой процесс, как ретрит, ты понимаешь, что произошло, блядь, чудо. Вообще-то. За каких-то 10-12 дней с тобой произошло чудо. Ну, то есть, такое количество изменений, осознаваний, такое количество опыта, которого у тебя никогда до этого не было. Это произошло все за 10-12 дней. Ну, обычно за 10 дней это происходит. И вот это все ты получил так быстро, так качественно, как это может не повлиять на все сферы твоей жизни. На тот спектакль, в котором ты являешься главным актером, главным героем. Да как? Это повлияет на все. И когда ты понимаешь, что вот этот процесс, он фундаментально на все влияет, ты понимаешь, блядь, мне это надо. И надо мне это не раз в год. Потому что раз в год мне не хватает. То есть, есть такие люди, которые по большому празднику на ретрит ездят. Раз в год. Ну, например, раз в год. И хорошо, что хотя бы раз в год. Но они потом мне говорят, Паш, ты знаешь, все классно, круто. Но через три месяца я, говорит, понял, что скатился. Я скатился. Я говорю, а как ты хотел? А в спорте как спортсмены растут? У них сборы спортивные, вообще-то, за счет которых они растут, они не раз в год происходят, эти сборы. Потому что, если спортсмен будет раз в год на сборы ездить, он никуда расти не будет. Он будет быстрее терять за весь этот год все, что он набрал. Поэтому важна определенная периодичность. А чтобы эта периодичность была, это должен быть приоритет определенный. Приоритет, внутренний приоритет должен быть. То есть, это событие должно рассматриваться у человека в голове как нечто невероятно ценное. Что-то, что обязательно должно быть. Понимаете? И вот это уже результат, к которому, который там, это и Ульяне никто не подсказывал, этот результат. Она сама пришла к этому. Потому что она, ну, у нее настолько, поменялось все в жизни после этих двух ретритов, что там капец просто. То есть, у нее никогда такого не было в жизни. Качество изменений за такое короткое время во всех сферах, в которых она себя проявляет. Понимаете? И другая тоже ученица мне сегодня написала, записала сообщение. Тоже у нее инсайт произошел. Хотя я об этом говорю. Да, вот подобную информацию-то я говорю, что важно состояние. Я фанатик. Почему у меня так хорошо все идет? Потому что я фанатичен. тоже мне записал сегодня. Это Женя, кстати, как раз. Записал. Говорит, знаешь, я поняла, что состояние это самое главное. Я, говорит, раньше как-то, ну, там, отвлекалась, там, думала, ну, типа, ну, вот есть там моя работа, там, что-то я йогой занимаюсь, преподаю, что-то там еще. И вот я, как бы, немножко терялась. Теперь вот это главное. Теперь вот надо семьей позаменаться. Теперь семья главная. И, говорит, я в какой-то момент для себя понимала, что я куда-то скатилась в плане своего состояния. И вот эти все процессы, мое преподавание, ко мне перестают ходить люди на занятия. У меня начинаются конфликты в семье. У меня тут еще что-то, денег становится мало, там, что-то еще там перестает получаться. Я понимаю, что, грубо говоря, все идет по пизде. И я, говорит, заметил, что когда я вот в этом состоянии нахожусь, у меня, говорит, все само собой выстраивается. Без усилий. Люди начинают ходить, там, деньги начинают появляться, там, какие-то вопросы сами собой начинают решаться, или я их очень легко решаю. Там, в семье как-то получается очень классно все, какие-то конфликты решать, даже они перестают возникать, эти конфликты. Все преображается. Все то же самое, но совсем другое. Понимаете? И на это влияет именно твое восприятие, твое состояние внутреннее. То есть она вдруг поняла сама по себе, что состояние первично. И вот она буквально мне вот мои слова пересказала, говорит, я поняла, что ни семья, ни моя работа, ни мое хобби, ни моя самореализация, ни что-то, что все это не важно на самом деле. Что важно состояние. И ничего важнее этого нет. Все остальное это следствие. Это следствие. Такая вот история. Понимаете? Про состояние, про ретриты, про вот этот здоровый фанатизм, который на самом деле про приоритеты твои правильные. И этот приоритет, он очень простой. Нет ничего важнее этого. Потому что все растет из твоего состояния. Или чахнет из него же. Вот и все. Как это работает.